За коммерческий подкуп будут судить руководители отдела маркетинга одного из крупных предприятий Розаевского района. Находясь на должности, мужчина в течение четырех лет получил от 11 предпринимателей 4,5 миллиона рублей в обмен на помощь в представлении их интересов. Денежные средства предназначались в качестве вознаграждения за содействие в выборе в приоритетном порядке указанных организаций, оказывающих услуги по перевозке продукции предприятий, в котором работал фигурант. Деньги перечислялись на банковские карты родственников обвиняемого, которые он тратил на личные нужды. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За кражи из магазинов полицейские задержали 18-летнего жителя Саранска. Под видом покупателя он брал с прилавка товар, прятал его под одежду и именную кассу выходил из магазина. Злоумышленник похищал алкогольные напитки, кондитерские изделия и бытовую химию. Всего за период с апреля по сентябрь текущего года он вынес товар на 6,5 тысяч рублей. Личность подозреваемого была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники уголовного розыска задержали его по месту жительства. Вину в содеянном он признал полностью. В настоящее время расследование продолжается. В Тенгушевском районе завели два уголовных дела на 35-летнего жителя села Куликово. Мужчина обвиняется в похищении документов и угоне грузовика с территории Пилорамы. Об этом в полицию сообщил владелец транспорта. В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Транспортное средство в технически исправном состоянии было обнаружено в Лизанской области. При этом из салона пропали ПТС, договор купли-продажи и свидетельство о регистрации машины. Выяснилось, что угонщик, проходя мимо Пилорамы, заметил грузовой автомобиль, дверь которого была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Мужчина сел в грузовик и поехал до города Сасово, где пересел на электричку до Москвы. По пути гражданин забрал из бардачка и выкинул документы на машину. Угонщика полицейские задержали после того, как тот вернулся в Мордовию. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. 76-летний житель Саранска дважды стал жертвой мошенников. Пытаясь вернуть деньги, которые ранее перевел злоумышленникам, пенсионер лишился еще 450 тысяч рублей. Ему позвонил фейковый сотрудник полиции и предложил мужчине вернуть 1 миллион 17 тысяч рублей, которые он ранее перечислил на безопасный счет мошенников. Для этого звонивший пообещал встретиться с ним, но сначала он должен был перевести хранящиеся на вкладе деньги на специальный счет для проведения следственных действий. Мужчина поверил и перевел по указанным реквизитам 450 тысяч рублей. На следующий день гражданин понял, что снова стал жертвой обмана и обратился в полицию. МВД по республике Мордовия настоятельно рекомендует нашим гражданам не сообщать персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам они откроют доступ к вашим накоплениям. Не храните данные карт на компьютере или смартфоне. Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто бы вы что-то выиграли или с вашей карты случайно списали деньги, им нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию. Заканчивайте разговоры, перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей карты. Саранский завершил с расследованием дела о смертельном ДТП, в котором погиб 16-летний пассажир мотоцикла. Обвиняемым по нему проходит 52-летний мужчина. Трагическая авария произошла вечером 5 июня на улице Веселовского. Водитель 99-й при повороте налево не пропустил мотоцикл, который ехал во встречном направлении. В результате столкновения водитель мотоцикла с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Также телесные повреждения в результате аварии получил несовершеннолетний пассажир мотоцикла, от которых он скончался в районной больнице. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Семилетний ребенок пострадал в ДТП, которое произошло у школьного стадиона в поселке ТЭЦ-2 18 сентября. 47-летняя водитель БМВ выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила Ладу-Калину. От столкновения пострадал ребенок, пассажир легковушки. К счастью, мальчик серьезных травм не получил. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой. Оба водителя были трезвы. В этот же день в Чамзинском районе по вине пьяного водителя произошла авария. Нетрезвый 41-летний водитель 12-й, поворачивая налево, не пропустил и врезался в ваку, за рулем которой находился 70-летний мужчина. Также травму получил и 74-летний пассажир Кайки. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и отпустили домой. Продолжается розыск без вести пропавшего Корсуна Сергея Александровича 1986 года рождения. В ноябре 2014 года он ушел из дома и не вернулся. Его рост 175-180 см. Худощавый телосложение, волосы короткие. Был одет куртка черного цвета, шапка вязаная черного цвета, синие джинсы, серая толстовка, ботинки черного цвета. Если вам что-либо известно, сообщите по телефону 2977-88, 2977-61 или 102.